Ваша задача назвать свое имя и назвать прилагательное. Например, Ира Классная. Понятно? Сейчас мы к каждому будем подходить с микрофоном. И каких только ребят в этом хороводе не было. И Лиза спортивная, и Даша хорошая, и Дима крутой, и Петр справедливый, и даже Ваня воспитанный. А какой ты? Скажи прилагательное про себя. Какой ты? Ну, я воспитанный вообще. Иван воспитанный! Давайте похлопаем, познакомимся с Иваном! С такого близкого знакомства началась в этот день в парке Таежной бульвары «Большая игра». В рамках всероссийской акции «Культурная суббота» специалисты Дворца культуры «Юность» в ярких костюмах скоморохов знакомили саянскую ребятню с детскими играми разных народов России. Вспоминая детство, мы с теплотой вспоминаем наших дворовых друзей, без которых не могли прожить и дня. В наши дни компьютерные игры, телевизоры, телефоны заменили радость живого общения. Обидно, когда игра умирает, потому что ее забыли. Потому что в нее стало некому играть. Чтобы возродить любимые игры, вернуть детей во дворы, оторвать их от компьютеров и игровых залов, нужно научить их играть. Вот этим и занимались в этот день в красивом Саенском парке замечательные артисты нашего Дворца культуры «Юность». Как мы любили эти игры «Резиночка», «Казаки-разбойники», «Классики», «Вышибалы», «Цепи-цепи кованые», «Съедобное-несъедобное», «Ручеек», «Колечко-колечко». В этих играх мы учились общению, умению создавать команду и преданно играть в ней, быстро соображать, азартно соревноваться, да и веселиться тоже. Парк «Таежные бульвары» – настоящий городской оазис. Здесь бьет ключом жизнь. На этих зеленых островках назначают свидания, встречаются старые друзья, проходят неожиданные встречи, новые знакомства. Парк стал центром притяжения городской детворы. Весело звучат струи фонтана, раздается смех, звуки музыки, манят уютные зеленые аллеи. Мелькают благодатные летние денечки, полные впечатлений и эмоции. Лето я провела хорошо, ездила в Ангарск, еще в разные города, была на речке. Часто я провожу лето на даче, покупаюсь в бассейне, иногда катаюсь на велике, делаю всякие трюки, часто посещаю детскую площадку. Мы ездили к бабушке на речку и там купались. Еще мы много гуляли с друзьями в городе и на площадке. Я уже 8 раз ездила на Байкал, один раз на Турбазу, мне там очень запомнилось, потому что я плавала со своей семьей, отдыхали. Было очень классно и круто провели время. Я очень люблю лето, я делаю лето, гуляю с друзьями, мне то есть классно, недавно ходила в лагерь. Ну, провожу лето я по-обычному, езжу на речку, отдыхаю, вот ездил недавно в Сочи. Хороший город, там Куроуз прекрасный, на две недели съездил. Сейчас я гуляю с друзьями, ну и провожу лето так обычно, как и каждый год. Лето нынче благодатное, много тепла и солнца, и дождик нас не забывает. Зелень в парке сочная, травка изумрудная и такая веселая большая компания, повод показать себя во всей красе. Такие игры на свежем воздухе дают возможность бегать, лазить, прыгать, скакать, кричать и выплескивать избыточную энергию, что очень даже полезно для детского организма. Все краски сейчас побегут, а я вас буду ловить, хорошо? Три-четыре, побежали! Молодцы! Похлопайте себе! В этот день все вместе и ребята, и организаторы вспоминали игры, давно казалось ушедшие в прошлое. Например, такая игра, как «Замри-отомри». Здесь же по соседству с игровой площадкой расположились сотрудники Центральной библиотеки Саянска. Они приготовили для детворы свои мастер-классы. Всего? Покажем. Рамочка готовая. Я только немножечко вот так вот ее выправлю, хорошо? Вот так вот ее выправлю. Чтобы она у нас красивенькая была. И, конечно, были задания для умников и эрудитов, тоже в народном фольклорном духе. А самым умным полагался сладкий презент. Теплый напиток и страв с медом. Мы будем играть победителя с медом. Очень вкусный. Нет. Нет. Похож на слово студень. Сбитень. Сбитень. Правильно. Сбитень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова